Вертолет санавиации возобновил работу. Сегодня из-за сильного ветра борт пришлось сажать не на площадке Республиканской больницы, а в аэропорту, где пациента уже ждала машина скорой помощи. Пациенту Канарского медицинского центра потребовалось срочное дообследование и коррекция лечения в нейрохирургическом отделении Республиканской клинической больницы. Во время полета его состояние не ухудшилось. Медики контролировали показатели пульса и артериального давления. Сейчас в Республике действуют две вертолетные площадки в Чебоксарах и Алатаре. В этом году будут построены еще две в Шумерле и Канаше. В прошлом году санавиация совершила 53 вылета. В этом году, опираясь на данные статистики и мониторинга, медики прогнозируют примерно около 100. На эти цели из федерального бюджета выделено 46 миллионов рублей. Запланировать мы, естественно, не можем. Мы просто предполагаем, что на вылет будет приблизительно около двух часов, допустим. И, соответственно, мы просто из расчета летного часа и количества денег сделали такие выводы, что мы можем сделать более 100 вылетов. Это зависит от ситуации. Сейчас мы реализуем в нашей информационной системе новый функционал скорой помощи. Все пациенты, которые с тяжелыми заболеваниями, в тяжелой форме, они будут уже в этой системе формироваться. И мы об этом будем знать. Скорая помощь. И, естественно, любая медицинская организация может подать заявку на ее медицинскую эвакуацию этого пациента. То есть это автоматизировано будет, не в ручном режиме. И, соответственно, это появится более, ну, расширена будет возможность для того, чтобы совершать медицинскую эвакуацию. Мы уже будем знать, кого нужно забрать быстрее, кому может быть отложено и нужна медицинская эвакуация и так далее.